когда это реально уже весело становится поклевок хватает рыбка мерная при пипец она всем привет хорошими рыбалки меня зовут виталий головин и сегодня у нас дальняя поездка а именно рязанскую область можно сказать старица аки на самом деле я очень долго ждал я здесь ранее был это было недели три назад была отличная рыбалка ловил крупную щуку попалась на четыре с половиной даже килограмма даже попадались кивушники пол творожники ну и поменьше в общем и вот сейчас уже называется уже осень уже середина осени по идее должна уже щука выйти с травы и питаться и самое главное крупная надеемся что сегодня она будет я кстати не один отгадайте кто роберт хелло мой френд я буду сегодня ловить на такого угря а то есть ты будешь упираться больше в силикон да я хочу угря разловить а ты разловить не хочешь 3 но я сегодня было и буквально смысл на все в общем я долго думал что брать какие спинги на сегодня вообще думал взять кастинг и уже чисто уже упираться уже выбирал потом подул на в общем короче взял спиннинг от наутилус 7 лет 762 уже на него не ловил в пик знает сколько вот ряпочка халявный это будет у меня твичинг и также буду его ставить более-менее крупные приманки но имеется такие как силикон и где-то такие пять шесть дюймов и тому подобие и от наутилус и и так а 832 мл это кальмарка я уже один раз на нее ловил точнее ловит несколько раз но видел было одно ловил окуня вот это прямо здесь гнется прям у самого держателя по идее пачку должно самое то быть я будем пробовать ах да я так и не сказал до 25 грамм 521 а по катушкам на инвент я поставлю парадокс размере 4000 кстати я также взялся вы жереховые приманки по сути спиннинг подходящий катушка пойдет притенка не толстая то что надо если будет гулять попробуем поймать а изменяюсь не на инвент повешу она и так у и также пинфорс пашка от наутился три с половиной тысячи сегодня получается мы с ночевкой будем сегодня разведаем если допустим будет на воблера клевать завтра уже на рта до кассинг поставлю у меня все с собой я думаю начнем с крупного силикона такая стоит у нас гекаса 69 и повесим на джигаловку 6 грамм собрал два комплекта кофеек и в путь все вперед моя лодка уже на воде осталось не спеши я ж не вижу надо же парать как же еще по-другому и и снова я здесь воды сантиметров на двадцать меньше стало он кстати сколько мелочи надеюсь она у нас не будет плевать и будет раскрывать действительно крупная рыба я думаю начну сразу же здесь грубо говоря далеко и не надо путь наверно хотя наверное еще рано скорее всего рыба ближе к обеду активируется пробовать стоит глубина здесь подо мной примерно метра два с половиной принципе то что надо дачу чтобы нет спиннинг хрустнул давненько уже мне вовил уже забыл меня видимо ну я надеюсь что я напомню ему что такое рыба щучка у берега есть мне кажется должно уйти с этой кубышки должно уже быть по идее на глубине покидав веером крупным силиконом я думаю переплывем пройдемся наверно метров 300 как раз туда там где плескалась посмотрим может он будет интересно ладно первый забросок пустые это уже отлично значит будет рыба я вот смотрю там в конце там гуляет хорошо ты туда вот это я поплатился отвлекся и пипец роб иди сюда поможешь сейчас ничего ничего все по-моему поймал у меня полу такого еще не было это просто пипец я фигею вы даже не представляете как у меня сейчас адреналин хлещет это просто пипец как как так получилось я даже не понимаю вот здесь виден вот отвлекся смотрю в обратную сторону а вот момент зацеп и всего катушки нарна песец будет пусть такого сейчас посмотрим попробую и разработать по максимуму и по изо что было действительно второй спинник вот действительно с этим в этом плане повезло чё там зацеп теперь моя основная задача разработать катушку чтоб влага ушла ну мне кажется смазки уже пипец ее нужно будет полностью перемазать после такого не каждая катушка такой выдержит не тот бюджет называется на посмотрим все не по воем узнаем хочу сейчас попробовать поймать жереха вроде бы как жерехом рядом с травой гуляет моя жереховая коробочка давайте со светочка сейчас попробуем встать недалеко от этого куста и пробовать кидать зимнюю блесенку может я увидел что в этом районе как раз и гуляет жерех щука прям стояла в траве походу она еще не ушла с травы это не наша целевая аудитория совсем не наша белая такая просто пипец захватила надеюсь это будет самой маленькой сегодня где-то часа полтора я пытался упираться в крупный силикон также пробовал бросать воблера но увы никакого эффекта тут я вспомнил и дедов когда я был здесь в прошлый раз он здесь ловил очень хорошо на железо ну и поставил и не зря жерех все равно не гуляет будем ловить что есть он не знает не видно два лося это уже посерьезнее посерьезнее это уже нормально и ушечка прикольно так сработал а там сотами так вот перебираем перебираем когда никогда дернет хорошая поклевка была реально хорошая сейчас хорошо ветра нет так надо на всякий случай готовить вот это дело потому что руками щуку брать такое себе 12 грамм кстати атом а длиной честно я не знаю сколько наверно сантиметров 60 миллиметров 60 и вот сейчас получается так то что я без якоря просто сплавляюсь по легкому ветерку меня нет по чуть-чуть переносит и мы джигуем я уверен она не последний будет прям больше чем уверен но очень давно уже не лаю ну а там прям пипец как давно это был не жериха это какая-то беляшка чуть такое ничего не было ну еще живое жериха к сожалению нет да и брау на самом деле этот спинник под жериха и под вот эти вот блесна по крайней мере по в жерихе я уверен то что это спинник хорошо подойдет а с блеснами не был уверен ну пока честно я в удовольствие ловлю еще побольше упаклевочек цены б не было вот к сожалению жерих вообще не гуляет просто нет его скорее всего или поздно или он вечером выйдет вот это подача была это точно был не шнурок прям сто процентов я эту поклевку ничем не спуты это она самая опа да ладно такой маленький и на такую блесенку пипец хе 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 ну это точно не вот клюду прям сто процентов я еще смотрю вроде зацеп но нет че то дергается прям пипец как странно поклевки есть уже приятно прям пипец как приятно я думаю надо ждать обеда оказывается ждать обеда и не надо она и так все клюет почему так как я уплыл на глубину вообще даже поклевок нет просто ни одной я уже не знаю может вернуться и в обратную сторону идти там вообще правда мелко ну блин отсутствие поклевок на самом деле очень сильно настораживает неприятно ну и два соседа также ушли вдаль на мель может и не знаю что то больше блин сход обидно жалко получается коряжничек и вот в этом коре жалко она сидит не понял за размер но явно не 100 грамм тут смотрю роб и не думает в мою сторону идти может к нему приплыть потому что здесь связи нет я попытаюсь дозвониться ни в какую не получается снова по-любому окунь такой уже покрупнее у какую тут я понимаю таких уже приятно ловить давай сфотографируем для своего телеграм-канала подписывайтесь так давай греби получается был такой участок что 150 ой какие 150 метров 200 даже поклевки не было а тут прошел две поклевки уже сейчас пройдемся еще метров 100 если ничего не будет возвращаемся она такой уже подсак надо хороша а племпе пицц она пицца на друзья вот за такими я приехал просто за такими просто посмотрите на эту красивую здесь где-то два с половиной ближе к трем а теперь самое главное зимних что ли доставать друзья вы только посолить какое ух это то зачем я сюда приехал а время еще 9 не давай посмотрим сколько на есть ладно 2 500 ладно не угадал 2 500 пока спасибо сожалению поклевку не записал на поклевина было просто от души реально крутая а там сработал в общем то что надо и честно я уже теперь уже не очень хочу идти на мель там помельче щука а здесь хороша кстати не забываем подписываться на мой youtube также и другие платформы такие как века дзем и рутуб да спиннинг баранку был спинник сам живой но работать с ним одно удовольствие особенность когда щука клюнет хорошее просто действительно круто я уже и забыл что это такое ловить на колебло эти поклевки они очень злые потому что постоянно идет контакт с приманкой и можно сказать все на коротке и точно такие же кстати поклевки на крупный силикон когда прямой проводкой гоняем и вот снова такой момент когда уже прошел со 150 метров и поклевки нету просто временами есть и съесть нету странно и вот как вычислить вот эти вот места я даже пока не представляю но все плюс-минус одинаково ладно не уж очень и очень интересно что там другой стране до метров 700 плыть поэтому повесить бобер джинбэй и вперед я разведаю разведаю поэтому хочется все по максимуму хорошо что не доплыл можно сказать дорога говорит поймал получается точнее у него были там контакты те ушки были окуня грамм на 300 поймал но и также шнур я поклевать и было что-то одно неподъемные в общем я тогда пока не вижу смысла туда идти в общем тогда попробую в ту сторону пройтись мне ну это ненормально вот как так взял и срезал прям почувствовал пункт бункт бункт и нет ладно сейчас светло наверно будет лучше всего золото есть просто подвисла и кстати тоже неплохая щука на которую имеет смысл взять подсак а нет у страха великие глаза ки ушка куку нудовит просто вообще круто есть вот это я понимаю рыбалка приятные щукенцы просто я почему-то последнего думал что это зацеп нет на рыбалку уже в любом случае наладилось реально уже весело становится поклевок хватает рыбка мерная а хочется конечно покрупнее я думаю надо попробовать после обеда точнее как с обеда начать ловить на более крупной приманки все же сейчас я не верю что будет клевать хорошая щука вот с обеда все может быть что жерех творит а ну его даже неинтересно ловить честно вообще слабо слабо гулять сравнительно с прошлым разом прошлый раз реально было бы был смысл его ловить а сейчас уже все все по ходу закончилась моя халява ветер усилился значит придется вы теперь якорицы а так хорошо был без якоря просто по раскину поплыл дальше поклевочка там пучат скоряшка давай за якоримся нет перед этим не нормально только же за якорился обидно не мог сразу вытащить есть ах ты блин а ну что ж ты поделаешь а щипает да и мелочь вроде бы как может даже и уху чем не наша целевая аудитория нам нужны на мани народу и снова не совсем мама не вот тоже приятно прикольно давай иди сюда но не хочу не хочу честно подсак брать нет это закивушница реально закивушница коротенькая очень сильная прям пипец какая сильная детки восток его 200 друзья просто кайф я думаю она поменьше честно вот такая где-то грамм 600 700 она этот свинька реально вот в удовольствие еще словлю вот этот не нравится дыта по еще да я уже ни о чем не пожалел честно что мы приехали просто ни о чем пробу сейчас развякнул у него вообще ничего только одну окуня поймал странное дело да а у мне здесь нормально еще обратить внимание как бобер постарался прям декоративно ух ты он ее полностью так обглодал сейчас наступает такой момент когда ничего не клюет просто в отказе а время сейчас 10 часов все правильно то есть по идее должно начать клевать где-то часа через полтора-два только то кто там такой большой какой-то труп а большой окунь очень большой окунь упирайся не упирайся толку мало ну и мне как раз интересно сейчас проведать свою старую точку где был прошлый раз как раз к тому времени наверно там уже и буду ловить здесь у это вообще малютка это еда для всех тех что я поймал блин а самое опасное спасибо а уж не влазит в рот чё она хватает непонятно он троллингисты повод да сегодня народу прям пипец много сколько нужно считал 9 лодок я десятый по-моему стало интересно на другой стороне попробовать может здесь будет что-то от учет на той стороне сколько пропал наверное метров 350 только один шнурок и все это единственная поклевка такое нас не очень интересует а здесь получается с той стороны получается дебил там получается сразу же обрыв здесь полив и вот на этом поливе в теории может щука питаться хочется поймать правда хочется здравствуйте ну как она обеда но я вот тоже думаю же обедом должна выйти а так поймали щука да а вы такой наколебовываете да наколебовываете да я такую на яме вот вы ожидаете уже точно по точкам да кто-то подсел но это не то что хочется ну реально не тут хочется нормально что-то это еще меньше пипец я думал до последнего это окунь грамм 50 но нет это щука грамм 50 или вообще переплыть на другую сторону и там на глубине пытаться ловить зато если клюнет что-то действительно будет достойно есть вот она почти из-под коряжки еще и мимо как ты так неаккуратно я даже не не представляю тух вот это поклёвено было почему она не засеклась я так и не понял куда ударила хрен знает что ты поделаешь а клюет на крупный силикон реализации нет никакой или щипает какая-то мелочь или фиг знает есть села наконец-то нормально как давит а щучка прям зачет я думаю этой щучкой мы и завершим эту рыбалку о полторашка чистая полторашка да прям крутая щучка и вот ну вы тебя вытащить на мне кажется даже больше я таки 800 примерно такая вообще хороша не знаю завтра если что-нибудь поймаю наверно возьму пока реально крутая рыбалка реально крутая все пришвартовались к берегу и сейчас будет у нас обед завтра в смысле завтрак ты завтракал нет значит завтрак завтрак как обычно по классике вон какие у нас подставочки новинка новинка появилась ножик филейный 18 см хотя честно я думал он будет поменьше а то что то здоровенный мне честно показалось сперва что он называется не заточен но он пипец как заточен я конечно показал бы на рыбе но я бы рыбу не брал сегодня завтра возьму может быть что то и будет ну а так вроде режет неплохо удачно удобно самое главное самому не порезаться что кстати обратили внимание сейчас с робом ну просто даже вот не на камеру вот начали резать хлеб просто как по маслу все единственное жалко что нет заточки вот именно вот здесь была заточка была вообще бы самая идеальная обед как роббоида завтрак да если вы так же едите приятного аппетита надеюсь вам было интересно ставьте лайки подписывайтесь комментируйте всем пока я маме позвонил я говорю сходите заберите она мне тогда приедет